Я не просто хотел вас попросить прочитать эссе, вообще эссе это сложный жанр, сейчас мало кто в нем что-то делает, когда-то в Англии зародившийся, как будто бы и считавшийся журналистским, что не совсем соответствует современному эссе и его жанровой принадлежности, потому что это пограничное явление между художественной прозой и некой идеологической интенцией автора, которая часто присутствует у журналистов. И вот у вас есть вот это замечательное эссе, 20 век, и прежде чем мы приступим, я когда его читал, я все время вспоминал, меня не так давно попросили написать в каталог выставки «Герой нашего времени». И мне представили, это выставка современных художников, хороших художников очень, которые будет, кажется, в галерее Эль скоро, но все изображения этих художников, которые будут выставлены, они обладают неким общим качеством. Общее качество заключается в том, что на картинах изображены не первичные предметы, а некие артефакты этих предметов. Когда в целом видишь все вот это талантливое творчество, то возникает мысль, что я человек, который находится уже за пределами исчезнувшей цивилизации. И она из предметов, которые остались от этой цивилизации, нечто собирается. То есть все гуманистические, гуманитарные, другие аспекты, которые присутствовали до этого в творчестве, они полностью исчезают. Остается только изображение предмета сделано художественно, но сам предмет не является художественным. Он находится за пределами творчества. И вот мне показалось, что ваше эссе каким-то образом находится, каким-то образом тоже об этом же, но совершенно с другой стороны. Мне кажется, это будет интересно нашим зрителям. Я вас прошу прочесть. Спасибо. Спасибо. Оно разбито на такие маленькие фрагменты, да? То есть они пренумерованы. Но я не буду читать номера, я буду просто читать, как бы делать паузу. Да, конечно. Хорошо. 20 век. 20 век распадается на две половины. Первая выдалась на удивление мерзкой, кроваво-слякотной, сверденским газом, колымским ветром, освенцинским дымом, свинцовым градом, громами бомбардировок. Вторая на развалинах первой пыталась построить свое скромное благополучие. Вторая все додумывала и все никак не могла додумать. Дикие, горькие, гордые, иногда очень глупые, мысли чудовищные и блистательные первой. Первая была заносчивой и жестокой. Вторая оказалась гуманней, смиренней. Неправда, что век начался в 14-м году. В 14-м году он лишь заявил о себе, показал свое лицо, обнажил свой оскал. Он начался тогда, когда Ницше объявил человека подлежащим преодолению, когда Маркс превратил его в производное от экономики, когда Фрейд растворил его в бессознательном. 20-й век начался в 19-м, может быть даже раньше. 20-й век – это век борьбы. Все боролись со всеми – государства, народы, политические системы, идеи, взгляды и мнения. Коммунизм боролся со всем миром, фашизм боролся с ним же. Коммунизм и весь мир, объединившись, боролись с фашизмом. Колонии боролись с наследниками Колумба. Коммунизм делал вид, что поддерживает колонии. Коммунистические колонии пытались от него отколоться. Но глубинная, но самая главная борьба оставалась скрытой от взоров и до сих пор, может быть, остается. С тех пор, как 19-й век, заканчиваясь, отменил человека, началась и продолжается неутихающая борьба между отменителями и сберегателями его. Век волкодав кидался на плечи самого, может быть, живого человека в этот волкодавский и вавилонский век угодившего. Потому, наверное, и кидался. Потому, в конце концов, и загрыз. Это борьба живого и мертвого. Она идет в 20-м веке на всех фронтах. «История движется борьбой», – писал Ходосевич в своем невероятном некрологе на смерть Маяковского, единственном известном мне некрологе, автор которого не оплакивает, но проклинает покойника. «Однако счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такого счастья не выпало. Тяжкая участь наша – бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными. И это даже в областях столь, казалось бы, чисто, как область поэзии». Конец цитаты. «Казасевич понял этот век, как мало кто другой его понял. Может быть, Бунин». 20-й век есть век нового варварства, грубого варварства и варварства утонченного, изысканного, модного, шикарного, иронического. Грубое варварство рано или поздно начинает утонченное уничтожать, объявляет его буржуазным формализмом или, наоборот, культурбольшевизмом, клемит во всех газетах, сжигает на площадях. Оно путает его по неизбывной своей дурости с культурой, втайне ему ненавистной. Между тем, утонченное варварство, уничтожаемое варварством примитивным, не перестает быть по-прежнему варварством. Преследования и надругательства не отменяют исконного их родства. Революция, как известно, пожирает своих же детей, артиллерия бьет по своим». Варварство есть варварство, утонченное или грубое, все равно. Когда Блок записывал в дневнике, что гибель Титаника обрадовала его несказанно, потому что, видите ли, есть еще океан, думал ли он о тех несчастных, что замерзали в ледяной воде этого океана? «Этих несчастных было полторы тысячи, но не в цифрах здесь дело. Боюсь, что не думал. Думал абстракциями. Варварство всегда ими думает. Цивилизация, Титаник гибнет, стихия, океан торжествует. Несказанная, конечно же, радость». Это смешение утонченного варварства с культурой и, соответственно, противопоставление их варварству грубому запутало всю картину, смешало все карты. Если угодно, это одна из важнейших подмен XX века. XX век вообще век подмены, подтасовки, подделки. На самом деле разделительные линии проходят не здесь. Не в том дело, что соцреализм пожрал, в конце концов, реф-авангард, а дело в том, что и реф-авангард, и соцреализм, каждый по-своему, уничтожали культуру как таковую. Реф-авангард откровенно и риторически, бросая Лермонтова с корабля современности, соцреализм двулична, подла и действенна, объявляя себя борцом за эту самую, в его устах звучавшую так мерзко, культуру, на самом деле и в то же самое время, убивая ее в подвалах Лубянки, на второй речке, в цензурных объятиях. XX век был одержим современностью. Он все боялся отстать от себя самого, все бежал за самим же собою. Наступившему варварству культура казалась устаревшей, отжившей свой век, не современной, не своевременной. Тридцати с чем-то летних Ахматова и Мандельштама в 20-е годы в советской прессе упорно называли, если называли вообще, стариками. Бунин, ну, тот вообще XIX век. А на самом деле все подлинное, все значительное своему времени всегда не созвучно. Это несозвучное времени и оказывается за тем самым лучшим, что было в то или иное время написано, создано. Нет, никогда ничей я не был современник. Настоящее не современно. Это были вовсе не арьергардные бои отжившего прошлого с настоящим и будущим, как хотелось думать овангарду. Это была всегдашняя, неизменная борьба настоящего, подлинного, обращенного к вечности, ведущего в будущее с ничтожной накипью современности. Он шалел от собственной дерзости этот век. Стоял перед самим же собой, разводя руками, раздинув рот. Его основное занятие он ставит себе диагноз. Да не может этого быть, говорит XX век, шалея от себя самого. А раз не может, то скоро закончится. XX век – умирающий век, убивающий и убывающий век. Бытие к смерти, закат Европы, умирание искусства, конец романа, кризис цивилизации. Вот сейчас все рухнет, вот сейчас все развалится. Не развалилось, не рухнуло, пророчества не сбылись. Его диагнозы были преувеличены. Он судил по себе. Он носил в себе свою гибель и принимал ее в самоуверенности своей за гибель цивилизации вообще. Он думал, что на нем свет клином сошелся. Сходилась скорее тьма. А свет светит по-прежнему, и тьма не объяла его. Девясь себе, он не удивлялся ничему, но был подозрителен этот век. Был особенно подозрителен к другим векам, другим временам. Он разговаривал, вернее, не разговаривал с ними, но выслушивал их, как психиатр слушает сумасшедшего, отыскивая симптомы, какие-нибудь структуры сознания, какие-нибудь способы познания мира, какие-нибудь «не приведи Господь» дискурсы. О блаженные времена, когда Шопенгауэр мог соглашаться или не соглашаться с Платоном. 20 век не принимал никого всерьез. С высокомерием холопа и ложной скромностью деспота он ни с кем не говорил по существу. Он все только ставил диагнозы и себе, и другим. В русской революции все двоится, писал Бердяев. В 20 веке двоится тоже. Где кончается диагноз и где начинается симптом, не разобрать, не решить. Я покажу вам болезнь века. Спасибо. Ты сам же эта болезнь и есть. Театр абсурда, к примеру, диагноз или симптом. Кавка, скорее, все же симптом. Знаменитая фраза, приписываемая Дельвигу, закон Дельвига, как говорил Ходосевич, не должен ухабистую дорогу изображать ухабистыми стихами, применима не только, конечно, к стихам. Дороги были в 20 веке куда, как ухабисты. Все кареты сломались на этих дорогах. Пассажиры, если не погибли под лошадьми, не умерли от тряски и скуки, выходили из экипажей несчастные, помятые, желтые. Ухабистых стихов тоже было немало. Все разваливалось в злосчастном этом столетии. Отмененный человек разлетался на куски ошметки. На живописных полотнах ошметков тоже было достаточно. В 1914 году еще молодые тогда Бердяев и Булгаков Сергей побывали на выставке Пикассо и Галилеи Щукина. То, что они увидели, поняли и сказали, следовало бы поставить эпиграфом к начинавшемуся столетию. «Труп красоты» – назвал свой отчет и ответ Булгаков. Бердяев говорил о распластовании, о развоплощении, об исчезновении человеческого образа в космических вихрях. Кто их услышал? Век услышать их, конечно, не мог. Век сам одержим был распластованием, развоплощением. Век и был космическими вихрями. Чем же еще? Кто-то все же услышал. Не зря так часто ссылается на Бердяева Ханз Эдельмайер в своей книге «Потери середины», одной из умнейших книг XX века. О дегуманизации искусства идет в ней речь, о погружении в бездну неорганического, в хаос и ночь, о подмене живого неживым, об отрицании иерархии, об обращении к низшему, о спекуляции на обращении к низшему. Голоса в пустыне, конечно, кажется, что XX век победил. Это только так кажется. Его поражение заложено в нем самом.